До премьеры нового фильма о Хищнике осталось совсем чуть-чуть. У кого-то просмотр трейлеров вызвал прям трепет, у кого-то, как у меня, опасения за фильм, кого-то уже бомбить нещадно, но всех объединяет любовь к этой серии и дикое желание посмотреть этот фильм. Я решил немного настроиться на волну, посмотрел те фильмы, которые уже выходили и прочитал короткие не очень истории о Хищнике. Не стал повторно читать только серию Чужой против Хищника Война Ярости, она мне не особо зашла, да и воспринимаю я эти книги только включая Чужих. Я потихоньку собираю произведения по обоим вселенным, уже есть ряд книг, но по Хищникам пока переведено крайне мало произведений. Помимо Чужой против Хищника Война Ярости, у меня есть еще вольное продолжение Хищник 3 и сборник рассказов, о котором я и хочу вам рассказать. Итак, вы на канале Дефер Кейн, с вами Софинский Ярослав, это короткий обзор на книжный сборник Брайана Томаса Шмидта «Хищник, если его можно ранить». Сборник состоит из 16 рассказов, написанных 16 авторами. О каждом авторе кратко написано в самом конце книги, все они именитые, имеют награды и они просто отличные ребята. Первоначально я хотел рассказать о нескольких известных авторах, поучаствовавших в создании этого сборника, но потом сделал вывод, что наличие узнаваемого писателя не всегда является гарантом качественных рассказов. Зачастую именно эти именитые авторы и вбрасывают какую-нибудь отписку, имена их нужны только для улучшения продаж. Поэтому перехожу сразу к содержанию. Истории делятся на два вида и идут, чередуясь одна за другой. Первый вид – это истории, которые происходят в далеком будущем и события развиваются на какой-нибудь космической станции, где и Ауджа методично одного за другим истребляет подготовленных, хорошо оснащенных морпехов или наемников. Так вполне вкратце можно описать все истории данного вида. Так как я считаю, что подобный сеттинг – бои на станциях в замкнутых пространствах и превращение героев в чистый фарш – больше подходит для чужих, эти истории не вызывали интереса и запомнились очень и очень слабо. Той атмосферы, которую я хотел получить, я не получил. Второй вид истории более отвечает атмосфере хищника. Ауджа ведь не безумная машина убийства, которая Аки Носорог прет на цели и размазывает ее по стенам, не забыв при этом выдернуть позвоночник. Хищник – это в первую очередь охотник. Гордый, азартный, имеющий набор правил и кодекс чести. Он может выследить жертву и сразу убить ее, а может просто понаблюдать за ней, поиграть с ней, может заставить понервничать, испытать страх, ощутить свою ничтожность и беспомощность. Делает он это все ради спорта, забирая позвоночник и череп в качестве трофея. В общем, он не особо отличается от охотников людей. Те тоже в основном убивают ради азарта и чтобы доказать кому-то, что он очень крут, с 300 метров застрелив волка из снайперской винтовки, например. Хотя нет, хищник все-таки считает достойным убить жертву своими руками, столкнуться с ней лицом к лицу. Действует хищник на открытых территориях, где ощущение спорта от охоты только возрастает. Первый фильм – джунгли, второй, пусть каменные, но тоже джунгли, хищники забрасывали злителя в инопланетные тропики, а книга «Хищник 3», на которую я ранее делал обзор, забрасывала героев на Антарктиду. Рассказы второго вида как раз переносят читателя в условия охоты, на открытые пространства. История не уходит в будущее, она происходит либо в далеком прошлом, либо в наше время, но таких рассказов всего пару штук. Герои рассказов – не непонятные пехотинцы, у которых из реальных навыков только умение пыриться и брюзжать пафосом. В данных рассказах герои – просто люди. Вояки, которые оказались под прицелом хищника по чистой случайности, ну или по незнанию. Они не знали, с кем имеют дело, не видели и не понимали, что им вообще противостоит. В большинстве случаев у персонажей даже не было какого-то серьезного по сравнению с Яуджей оружия. События происходят то в 820 году нашей эры, где у викингов только топоры и собственная дурь. В Японии 12 века, где у самурая из оружия только меч и смелость. Эти события, кстати, подводят к появлению первого ниндзя. Происходят события в 1863 году, тут действия наложены на реальные факты. Или переносят в Мексику 1916 года. Во всех этих рассказах герои не ведут себя как полоумные с автоматом. Они противостоят Яудже при помощи ума, смекалки, собственных сил и смелости. Да, между Яудже и человеком по-прежнему ведется неравная битва, существо все-таки неслабо оснащено. Но в этом и есть суть. В данных рассказах как раз показывается, что высокие технологии не всегда приводят к победе. Иногда помогают сила, отвага, ум и порой глупость. Первый же вид рассказов показывает превосходство хищника над людьми по всем параметрам, что говорит о том, что люди в будущем реально деградировали. Эти рассказы передают ту атмосферу, те ощущения, которые можно было получить при просмотре первых фильмов. Еще раз скажу, замкнутые помещения на космических станциях и стрельба по стенам с диким ором – это больше к чужим. В сборнике есть один рассказ, который выбивается из общей колеи, и один рассказ, который для вселенной представляет определенную, незначительную, но ценность. Выбивающийся из общего – это рассказ «Реванш», который является коротким продолжением истории Стива Перри под названием «Turnabout», который он сочинил в 2008 году. Технически без знания прошлых событий она не имеет особого смысла, да и по содержанию она крайне скудна. Второй рассказ «Война наркоторговцев». Это рассказ, который вновь возвращает на поле боя Майка Харригена и агента Гарбера. Я не буду подробно останавливаться, скажу только, что уже ушедший на покой Харриген снова вступит в бой с наркоторговцами и снова вмешается в охоту Хищника. Концовка данной истории, по мне, очень специфичная. Подведу объективный итог. Разделение истории на разные сеттинги и помещение их в разные временные эпохи на сборнике сказалось хорошо. Останутся довольны все – и те, кто любит мясные боевики и тяготеет к вселенной чужой, и те, кому нравится классический сеттинг Хищника. Ждать каких-то откровений не стоит. Ни одна история толком ничего не добавляет во вселенную и ничего с собой не несет. Это чистейшая развлекуха, к которой можно обратиться, если вдруг ну очень соскучился по дружище Яуджа или нужно просто убить время. Вообще, достаточно просто открыть любой фанатский сайт и ты получишь тысячи фанфиков, которые ничем не отличаются от данных историй. Фактически, издателям можно печатать целые библиотеки таких сборников, и они никогда не закончатся. Я думаю, в принципе, они так и будут делать, пока есть спрос, конечно. Посмотрим, что покажет фильм, как я говорил, есть опасения, и связаны они с тем, что согласно трейлеру фильм как раз будет мясным боевиком, нечто в духе Чужой против Хищника 2, и это, блин, печалит. Спасибо, что смотрели ролик, пишите комментарии, что думаете по поводу нового фильма, и если читали данный сборник, напишите ваше мнение о нем. Всем пока, друзья, до скорого!